А вот в этом смысле, я думал, что-то случилось, что-то произошло, зима обязательно придет. А вот другое дело, что неделя не каждый раз начинается. Вместе это сделать, это же приятно, это же важно. Это важно, великие дела, их же с понедельника приятно и нужно начинать. Ну, например, грандиозная идея, лучше узнать родную страну. Для путешествий подойдет не самолет или поезд, а велосипед. Ну, по крайней мере, ради такого приключения житель Санкт-Петербурга оставил свою работу в IT-сфере. За плечами у россиянина тысяч километров дорог. Ярких впечатлений еще больше. В этом велосезоне, например, получилось пробыть в седле 153 дня подряд. Сначала по Золотому кольцу России, потом на Кавказ, чтобы покорить Эльбрус. Среди водителей транспортных средств для тех, кто за рулем велосипеда, прогноз погоды важнее всего. Ну, узнаем его у Марии Борисовой. Маша, доброе утро. Мария Павловна, доброе утро. Ну, так что там? Ну, начну с самой сложной погоды. Она на юге Дальнего Востока. Туда пришло два циклона. И там будет сильная ненастья, очень сильные дожди во Владивостоке. Но при этом достаточно тепло. А вот если говорить про Якутию, где недавно было минус 40, к началу календарной зимы там как раз-таки морозы сбавляют обороты. Там уже там минус 25 где-то примерно. Ну, а Миклон не сдается, там минус 35. Так, из этих слов мы можем понять, что все перемешалось перед началом. Все перемешалось. Еще в Сибири на 20 градусов теплее, на юге Сибири, в Норильске всего лишь там минус 3. Так что у нас очень интересное получилось это быть. Надо подробности. Надо на карте посмотреть. Да, расскажу. Предстоящие дни на юге России будут смещаться поля фронтальной облачности. Поэтому здесь время от времени пройдут дожди. В горах Кавказа, на Нижней Волге, на Дону и, возможно, со снегом. Температурный режим умеренно теплый. Днем на Кавказе, в низовых Волге и Дона плюс 1, плюс 6. В Крыму и на Кубане до плюс 5, плюс 10. А на Средней Волгу эти тучи не пропустят антициклон. Так что здесь существенные осадки маловероятны. Днем столбики термометров покажут только минус 4, плюс 1. Циклоны, проложившие свои траектории вдоль арктического побережья русской равнины, будут подбрасывать на северо-западе России вместе с облаками и осадками довольно теплой воздушной массы. Преобладающая дневная температура на севере и востоке минус 3, плюс 2. На юго-западе до нуля плюс 5. Центральная Россия окажется в области антициклона. Так что здесь только в отдельные дни местами возможен небольшой снег. Атлантический воздух сумеет просочиться и сюда. Дневная температура не превысит минус 3, плюс 2. Очаг высокого давления не позволит появиться снеговым тучам над Уралом. В условиях небольшой облачности воздух продолжит сильно остывать, так что дневная температура подизится до минус 3, минус 8. Южная Сибирь тоже окажется в области относительно малооблачной погоды. О нем минус 4, минус 9. На юге Дальнего Востока рабочая неделя стартует аномально теплой погодой. Но во вторую половину периода в регион прорвется арктический фронт. В результате дневная температура на берегах Амура понизится до минус 5, минус 10. На юге Приморья до 0, минус 5. Спасибо большое за прогулку, Светлая Павловна. Но мы так понимаем, раз везде все смешалось, на Дальнем Востоке, в Сибири... И на европейской территории тоже на севере, и на северо-западе оттепель, где на севере точно должен быть мороз, но тоже нет. Если говорить про нас, про центр, то у нас сейчас самая неприятная история с гололедицей, потому что это еще продлится все до середины недели. Но в целом, так, минус 3 днем и минус 10 ночью, то есть такой легкий мороз уже в целом есть. И атмосферное давление уже выравнивается, что тоже очень радует. Но дальше-то происходить, я так понимаю, что будет потепление потихонечку, да? Ну, а дальше посмотрим, что будет происходить здесь. Нам солнышко обещают. Пока минус 3, если говорить про нас. Так, ну а с осадками, как и с ветром, потому что то, что было в конце минувшей недели, это было чрезвычайно, скажем так. Да, но такого ветра уже сильного не будет, и возможно, действительно, у нас опять будет оттепель, потому что у нас все необычно в этом году с погодой. Но сейчас самый сильный ветер, это на юге Дальнего Востока. Он пока там побеждает по своей силе. Поняли вас, спасибо большое. Спасибо, прогноз на неделю от Марии Борисовой мы услышали. Спасибо большое. Сегодня по народному календарю Иван Снежный. Название говорит само за себя. Обычно к этому времени выпадал снег, который уже не таял до весны. Незамужние девушки в этот день вышивали цветок, и с каждым стишком шептали имя парня, который понравился. Верили, что так можно пришить к себе мужчину. Ох, вы и рукодельницы, конечно, глаз да глаз за вами нужен. Кажется, зря я секрет рассказала. Ну а сейчас узнаем всю правду о погоде у нашего метеообозревателя, и узнаем, действительно ли Иван будет снежным. Свет, доброе утро. Доброе утро. Слушай, у нас прямо идет борьба снега и дождя. Скажи, выпадет ли сегодня снег, который не растает уже до весны? Более того, я скажу, что он уже выпал в минувшие выходные. И получается, пока мы точно следуем народному погодному календарю, хотя, конечно, он обычно совпадает со средними многолетними наблюдениями. Но самое интересное, что в ближайшие дни снег будет идти даже в районах, где еще идти не должен. Ну, заинтриговала. Просим карте, рассказывай, как пройдет рабочая неделя во всех регионах страны. И начнем по традиции с Дальнего Востока и Сибири. Что же там? Прибрежные районы Дальнего Востока остаются мишенью для циклонов. Причем каждый следующий выход приносит все больше неприятностей. Почему? Потому что циклоны с юга несут пока еще теплый воздух, и он вынужденно сталкивается с арктической воздушной массой. И вот такой циклон сейчас приближается к Приморскому краю. Он подойдет туда во вторник, и там ожидаются очень сильные осадки, в основном в виде снега. Кроме того, ветер ураганной силы, порывы до 32 метров в секунду, и он, конечно же, вызовет пургу. На дорогах тоже неприятности, заносы из мокрого снега и очень скользко. Ненастье также коснется юга Хабаровского края и Амурской области. Еще один циклон. Самым краешком касается Камчатки, но даже этого краешка будет достаточно, чтобы сегодня вызвать там очень сильный мокрый снег и порывистый ветер. В Петропавловске и Камчатском всю эту рабочую неделю. Мокрый снег, пасмурно, плюс 2-4 градуса днем и небольшой минус ночью. А на материке все относительно спокойно. Якутия постепенно добирает необходимые для конца ноября морозы. В Якутске на этой неделе минус 20-25, а в Эмиконе до минус 35 градусов даже днем. Но самое интересное, что мы даже не можем сказать, что это удивительное значение, поскольку для этих районов это норма. А вот для описания погодных условий в Сибири и на Урале слово норма употребить очень сложно, особенно если говорить про температуру. Все дело в том, что гигантский европейский циклон раскрутился до такой степени, что атлантический воздух через весь континент спокойно попадает даже на север Сибири. И получается, что в Норильске на этой неделе минус 3-5 градусов днем, а Салихарты вовсе будет балансировать на грани оттепелей. И это пока в Якутии на тех же широтах стоят 30-ти градусные морозы. Юг региона же пока прикрыт антициклоном, но и ему тоже немного достается этого атлантического тепла. На Урале в ближайшие дни солнечно, спокойно, днем небольшой минус или около 0 градусов. И снег там возможен только в Пермском крае, который находится рядом со снегопадами Заполярья. А вот на юге Западной Сибири в начале недели минус 5, в середине недели подморозят до минус 10 градусов. Зато на юге Красноярского края морозы слабеют на глазах. В Красноярске сегодня и завтра минус 2, минус 4, а во второй половине недели дойдет до оттепелей. Никаких серьезных осадков там не ожидается. Какая ситуация с погодой на европейской территории страны? Циклоны пока продолжают контролировать большую часть европейской территории. Сегодня очень сильные осадки в виде смеси из дождя и мокрого снега ожидаются в Карелии и в Ленинградской области. Там также не исключены гололедные явления. Напомню, что это замерзание воды на деревьях и на проводах. Явление, кстати, очень опасное. Но пока на северо-западе очень тепло. В Петербурге плюс 3, плюс 5 и без ночных заморозков. Вдоль Волги завис атмосферный фронт, поэтому там сегодня тоже не исключен мокрый снег. От Казани до Самары при этом 0, минус 1. И еще один очаг ненастия и очень неспокойной погоды это юг. Там из-за резкого похолодания обострился холодный атмосферный фронт, поэтому очень сильные осадки. На побережье дожди, в степях и в горах мокрый снег. Также проблемы на дорогах на Черноморском побережье. Даже не исключено формирование смерчей. Достаточно редкое явление для ноября. При этом в Сочи днем плюс 12, а в Краснодаре, в Ростове-на-Дону всего плюс 3, плюс 5. Но между этими фронтами и циклонами все-таки есть район, где на этой неделе будет солнечно. Это центр и север Черноземья. При этом у нас еще и небольшой минус. Светлана, возвращайся к нам на чашечку ароматного чая и рассказывай, кто же будет победителем в Москве. Все-таки дождь или снег? Хотелось бы уже снег, наверное, для настроения как-то. Ну, поскольку ближайшие пару дней осадков никаких не будет, то на настроение будет оказывать влияние только температура. А днем у нас уже минус 2, минус 5. За городом может ночами подморозить до минус 10 градусов. Уже очень похоже на зиму. Но в середине недели опять потеплеет до слабых положительных значений. И дождь со снегом опять начнут свое соревнование с заранее известным победителем. Но погода в целом очень способствующая вышиванию. Ведь именно это мы должны делать сегодня с тобой, Алиса. Кстати, говорят, цветочки будем вышивать. Что будем вышивать? Я думаю, любые цветочки, которые нам нравятся. Ну, например, ромашки. Ну, я за. Отличный выбор в честь тебя. Спасибо тебе за прогноз. И ждем тебя в пятницу с подробным прогнозом на выходные. Ну, а пока хорошая рабочая неделя. И вам тоже хорошая рабочая неделя. До свидания.